Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос достаточно короткий, судя по его описанию. Человек пишет, что невроз выбрасывает сна, блевает страхом, чем себе помочь, какие есть психологические приемы. Ну, во-первых, что вы вкладываете в термин невроз? Что это такое? Что вы называете в первую очередь неврозом? Вот. Потому что неврозом бывает разным в этом смысле. В этом смысле невроз бывает разным. И бывает невроз как определенное, так скажем, состояние, да, определенное заболевание, если можно так выразиться. А бывает невроз – это результат определенного психического уже состояния человека. Так, эээ, что вы подразумеваете под неврозом? Если вы, эээ, увязываете, вот, собственно, то, что, ну, то, что вы пишете, да? Если вы, эээ, увязываете это, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Связывать это именно со своим сном, например, то это не обязательно не врать вообще-то говоря, совсем не обязательно, что это не врать. Возможно, речь здесь больше идет именно о кошмарном состоянии. Вот. Конечно, безусловно, вам лучше знать, что с вами будет ходить, но все-таки, как мне кажется, желательно было бы уточнить. Желательно было бы уточнить, что вы понимаете под него. А дальше, собственно, на мой взгляд, все достаточно просто в этом смысле. Вам необходимо найти причину своего конфликта, основания для своего конфликта, скажем так. И, собственно, решить его. Ну, то есть помочь себе его разрешить, скажем так. Естественно, это подробно какое-то время. Если у вас такое достаточно острое состояние, то, конечно, самопомощь здесь вам, вероятнее всего, не поможет. Вот, сама помощь, потому что в остром, ну, достаточно остром, скажем так, состоянии, вот, сама помощь помочь не может. Вот. В достаточно остром состоянии, человек не может сам, условно говоря, выйти за пределы своего состояния. К сожалению. Вот. В результате чего, собственно, он находится, вот, в, как бы, таком круговаруце, да, то есть, вот. Ну, это может быть, может быть, даже, чем, ну, чем-то, чем-то вроде, проявлением, так скажем, мыслительной живачки. Да, да? То есть, когда человек... А, как бы, ну, ладно, одно и тоже, да, по кругу... одной те же мыслей... По кругу... ...пускать. Вот, то есть как бы это вот пока не очень хорошая в данном случае, конечно, история, но тем не менее у вас она вполне может быть именно вот в силу того, что в силу того, что вы уже до достаточно такой, как мне показали. По крайней мере показалось, в серьезной степени себя довели, вот, поэтому удивительно, что, ну по крайней мере для меня удивительно, что описывая такое достаточно мощное состояние свое, вы все равно как-то вот рассчитываете на то, чтобы помочь себе, да, вот, то есть как бы ну, самопомощь очень ограничена, она ограничена тем, что вам в принципе мой коллега сказал, вот, поэтому вы просто, ну, потому что вы находитесь, как бы во власти, вот, своего восприятия реальности, вот, вы находитесь во власти своего отношения к реальности, вот, и, конечно, так вот, легко, легко вам изменить, это, ну, я бы сказал, что не получится, или я бы даже сказал, что будет очень и очень сложно, вот, поэтому, я думаю, что если у вас есть подаврение на, скажем, клиническую историю, да, то есть состояние клиническую неврозу, например, вот, что в таком случае имеет смысл вам обратиться, обратиться к врачу, вот. Если же диагноза у вас нет, то в таком случае я бы рекомендовал, конечно, больше психологов, да, я бы рекомендовал психотерапевта, вот, для того, чтобы лучше с этим, ну, разобраться. На этом все, буду благодарен за обратную связь, помню на ответ, это позволит вам начать на свою работу, желаю вам всего самого доброго и удачи, обращайтесь.